Приветствую вас, друзья и недруги. Одно из самых значительных своих журналистских телевизионных неудач, не косяков, а именно неудач, числю интервью с Александром Борисовичем Градским, которое было в прямом эфире канала Москва-24 в день 50-летия Виктора Цоя в 2012 году. То есть это был юбилейный, так называемый датский, приуроченный к дате эфир. А Саша, в общем-то, он совершенно честно, без всяких поправок на дату, вот гнул свою линию, когда мы говорили о Цоя, в том смысле, что группа кино непрофессиональная, там, в общем, и сочинять они не умели, и петь Викторе не получалось. Еще раз повторю, это был юбилейный эфир. Я, понимая, как будут реагировать фанаты на Сашу, пытался все время его как-то оборвать и увести разговор чуть-чуть в сторону от этих октав, нот и прочих моментов, которые для него, для Градского, весьма и весьма существенны. И, конечно, для зрителей это выглядит так, что журналюга хамоватый перебивает гостя, не дает ему высказаться, и меня там порвали просто в комментах. Легко найти на YouTube, там даже на моем канале Додлиф, оно называется Александр Цой, Викторе, нет, конечно, Александр Градский, Александр Градский о Викторе Цой. Там более двух миллионов просмотров, тысячи комментов, и в основном такие, ну, то есть там, конечно, на Градского наезжают, понятно, почему, но в основном достается мне как хаму и журналюге. Да, журналюга – это термин Градского, я обещал ему всегда это повторять. Я вот это к чему? Я в разговоре с рок-музыкантами всегда к этой теме возвращаюсь. Что важнее? Что важнее в рок-музыке? Мастерство или посыл? Вот с Никитой Высоцким недавно разговаривал, мы пришли к выводу, что Владимир Васильевич Высоцкин был рок-музыкантом именно за счет вот этого драйва. Вот спросил и у ночного снайпера, не у Арбенина, и у Сургановой. В свое время спросил про это, и послушайте ее ответ. Знаете, всегда, когда на эту тему заходит разговор, я у ваших коллег, у музыкантов всегда спрашиваю вот о чем. Я дискутировал вот в этой студии с Градским как раз в юбилей Цоя в 12-м году, когда ему было 50 лет. И тезис у Александра Борисовича такой, что Цоя забудут, потому что он не мастер. Он не умел петь, он не умел сочинять. Композитор как бы не какой-то риаккорда. А я считал, что в Цои было вот то, что вы называете вот этим посылом. Поэтому его будут помнить. Ваше мнение. Кто прав, кто виноват. Но я больше склоняюсь к мнению, что все-таки Цоя еще скоро не забудут. Это, конечно, явление. И с другой стороны, я понимаю Александра Борисовича. Я вообще обратила внимание, что для него это очень важно. Именно профессиональная начинка. Он в этом смысле перфекционист. И действительно, если ты поешь, ты должен петь грамотно, хорошо поставленным голосом, хорошими вокальными данными. На самом деле я его очень люблю, Александр Борисович. У меня, знаете, какая его любимая пластинка? Да, какая? Стихи Поля Элюара. Сама жизнь. Прямо вот заслушиваюсь и до сих пор готова даже процитировать. Любимая, чтоб твои обозначили желания, В небесах своих слов рот свой зажги, как звезду. Любимая. Красота ведь неимонерная. Да, я, кстати, эту пластинку к стыду своему даже не знаю. Да ладно. Я люблю очень на Сашу Черного. У него потрясающая есть работа. Я ему передам обязательно. Я думаю, что ему будет приятно. Существует сказать, он смотрит наш эфир. Может быть, он и сам это услышит. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. Продолжение следует... Продолжение следует...